the brush 2019 и продолжаем доделывать вот этого персонажа и будет сейчас покраска так что тут еще у него можно сделать вот давайте катаны вот эти вот чуть-чуть переделаем так находим м английская где тут это катаны вот это трубки даем так вот это трубки мы их должны так ну смысле не трубки а это чехлы нужны и теперь выбираем где тут вот он дубликат опускаем все это дело вниз находим именно чехлы и объединяем с этим делом так делаем марк даун так это окей так теперь все это дело берем катаны пока можно отключить и что нужно сделать так вот эту одну часть маскируем а вот эту часть давайте перекрутим побольше и подставим вот сюда как бы вот так и сделаем чтобы она в плоском варианте было вот так вот так теперь control и эта модель у нас будет по этим деталям не симметрично так еще раз это переворачиваем подводим где-то вот сюда так перекручиваем перетягиваем и ставим как бы крестом так alt левая кнопка мыши и что нужно сделать так это вот поместить ее именно вот таким вот образом так эту часть мы выводим наверно вот сюда так и пониже во времене утвете теперь делаем control и и вот эту часть наверно тоже как бы времене утвете так это чуть повыше пусть будет так получается что то в таком духе это значит вот сюда control и вот эту поровнее ну в принципе нормально и теперь находим вот это вот хлястик вот этот и переплетаем все так а где этот хляст вот он и вот этим хлястиком мофтом топологи надо его вывести вот как бы то ремень что ли и вот он держит вот эти вот все части так чуть-чуть его углубляем вытягиваем в бок ну в принципе вот он держит все нормально я не буду эти как их делать пустоте вами вот эти ножны принципе так пойдет так этот ремень поправляем конечно тут будет немножко не симметрично потому что тут перехлезть и ровно это все дело не получится прижимать где-то больше вот здесь вот пас вот здесь вот как бы углубление здесь будет она выемкой делаться вот так так теперь можно взять клей билдов поставить опять же где-то на двоечку на тройку и уменьшить дров сайс именно размер кисти через альт чуть-чуть здесь вот делаем как бы вкладки так вот вот здесь вот так здесь вот перехлезть и чуть-чуть больше делаем через альт опять же где-то вминаем где-то делаем какую-то прикольную штукенцу и чуть-чуть все это дело выглаживаем можно даже что сделать это вот через альт здесь чуть-чуть выемку ты тупо выбирать или вычитанием сделать ну как будто это вот хлястик вот так ну и сверху тоже чуть-чуть так по прибрать вот так вот и чуть-чуть здесь вот под накидать массы чем не веревка до веревка так это все нормально так шея есть вот все и давайте немножко еще поработаем сильно она что-то большая после как вот это тут веревка завязка появилась и вот это чуть-чуть вот так уменьшим вот теперь вроде шея как шея так что еще можно сделать в принципе доработать n вот эти вот веревки так дорабатываем веревки через альт опять же так control z меняем кисточку на клей build up теперь браш делаем авто маскинг чтобы внутренняя часть именно не вдавливалась backface mask и вот здесь вот вот таким вот образом через альт делаем прикольные складки здесь вот как бы вмятину и здесь вот таким вот рваным макаром так вот но уже прикольно здесь чуть-чуть можно еще закрутить как бы на шишку чтобы вот на эту навязку идет теперь n выбираем другую веревку здесь почти дорабатываем сверху докидываем где-то бок и вот от этого бока как было тоже фигурно так вот вот накидываем складку так и вот здесь вот прибавляем так ну вот что-то в таком духе так вот здесь на разорвать это дело а вот так вот и чуть-чуть вот сюда чтоб ушло во как веревка вроде готова но в топологи нужно и немножко подкорректировать здесь что большая не было и как бы вот на этот на эту вязку уходила во фигурно так вот так это дело тоже есть и ремни вот эти тоже доделаем n выбираем ремни а то не слишком как-то ровный так здесь чуть-чуть мы их вытягиваем во так вот и чуть-чуть где-то приподнять отвести ну чтобы при анимации вот эту вот руку они не заслоняли теперь делаем вот эту кисточку клей билда и через alt как бы потихоньку выдавливаем вот эту середину так и вот здесь вот накиды вот такие делаем где-то выглаживаем шифтом здесь вот тоже где-то шишку делаем где-то альтом вмятину вот так вот ну придаем такой вот неровный вид так геометрии мира and well вот уже что-то так ну а так в принципе все нормально так это все нормально здесь вроде все подкорректировано здесь связка штаны складки так вот еще что нужно сделать это n выбрать панцирь и что с панцирем сделать это вот набросать ему вот эту вот середину как бы чтобы она прилегала к спине так здесь все в том чуть-чуть вот так чуть-чуть здесь вот чтобы не было изломов вот так вот выкрутить ну и подкорректировать так и вот здесь вот чуть-чуть массы под набросать так что еще можно сделать n выбираем тело как тело есть н выбираем панцирь панцирь есть и вот здесь чуть-чуть панцирь как бы с телом чуть-чуть соединим вот так вот так можно как бы набросом а ну вот она слеплена так здесь пусть пустота будет так что у нас с руками с руками нормально в принципе если будет тянуть при анимации вот эта часть вот эта часть то можно будет сделать рисование веса но так теперь включаем так вот это все эти сохраню файл сейф ас сохраняя этот проект и сейчас будет у нас несколько вариантов ну первым делом покраска покраску будем делать каким образом я тут немножко скриншотами цвета паны так на сохранял вот есть у меня тут образцы так рабочий стол и вот эти вот цвета у меня уже выбранные так открыть текстуры и выбираем пока вот этот вот зеленый вот такой цвет так делаем четкость его нормальный теперь включаем тело и переносим на тело и попробуем все это дело Z отключить глаз включить кисть стандарт RGB Z отключить и попробуем порисовать так теперь меняем материал на белый так и в принципе ну чуть цвет нормальный так боком поставим сразу таким вот образом и все это дело вот так закрасим так shift Z ну ничего прикольный цвет теперь делаем C и вот так все это дело ноги закрашиваем делаем посветлее выбираем цвет и вот интенсивность поменьше и вот где ноги вот заднюю часть вот эту голеня чуть-чуть присветляем вот так вот где-то притеняем вот здесь вот C совсем другой цвет еще посветлее прикольная штука так подбирать цвета очень трудно делайте скриншотами так пока все есть нужно чтобы вот этот панцирь был коричневым выбираем цвет панциря вот он это у нас панцирь так это будет вот таким вот образом Z глаз отключаем и чуть-чуть вот рисуем несколько цветов выбираем вот прикольно так делаем C вот так вот кисточку чуть-чуть поменьше и на низкой вот этой вот интенсивности вот так притеняем так здесь у нас уже панцирь так вот так и выбираем теперь коричневый цвет коричневый где-то вот такой и чуть-чуть прорисовываем вот эти вот внутренней части притеняем сильно не надо их темными делать ну просто как наметка вот так вот так C здесь можно вот такой цвет выбрать чуть-чуть потемнее и коричневый как мешаем именно с зеленым вот такая штука уже нормально теперь N выбираем задний панцирь вот этот так здесь уже интенсивность можно побольше все это дело закрашиваем смотрим внутреннюю часть тоже чтобы все было закрашено выбираем теперь C что у нас тут есть и на низкой интенсивности чуть-чуть зелененького добавляем C посветлее и чуть-чуть светлым вот так вот подбираем теперь темный выбираем цвет и проведем опять же на низкой интенсивности вот этой вот эти все части слегка притяним ну где-то можно сильнее вот допустим в пазах вот здесь вот вот эти внутренние части можно тоже побольше слоу выбираем побольше цветов и ими уже экспериментируем вот если здесь поставить еще потемнее вот можно еще вот эти части бока подкрасить чтобы вроде как он был потемнее вот несколькими цветами вот этими темный светлый зеленоватый ну как-то вот так что ли так теперь что у нас там N чендобрек делаем C и закрашиваем его так что такое вот так на низкой интенсивности вот вот потом уже в процессе будем подгадывать какой цвет лучше выбрать ему так C выбираем посветлее и теперь даже лучше на потемнее это C вот такой вот выбираем темно-зеленый и N ноги то они у земли вот мы ноги сейчас и будем замазывать так интенсивность чуть побольше и вот так все это дело красим вот так вот теперь N так это ноги чтобы было видно глаз ставим и N ставим включенным персонажа для чего а вот чтобы C нажать на цвет чуть-чуть посветлее интенсивность поменьше сделать и вот как бы пальцы так N ноги чуть-чуть как бы их вот так осветлить так с ногтями ногти белые конечно тут не прокатят давайте возьмем вот этот коричневый цвет потемнее C X симметрию и вот так вот так наверное еще потемнее нужно вот так интенсивность побольше так еще раз потемнее вот здесь тоже потемнее вот здесь вот по нижней части а по верхней на посветлее чуть-чуть сделать вот желтые такие ногти где-то тоже на низкой интенсивности побольше кисточку и вот в этих углублениях вот в этих добавить такого болотного цвета вот так так есть такое дело теперь у нас получается выходят руки руки тоже делаем так чуть потемнее на выберем C и вот так их все мы закрашиваем на высокой интенсивности детализации вот этой интенсивность так смотрим чтобы все было закрашено выбираем темный цвет и проходим где-то внутри вот руки в принципе нормально так теперь опять же ногти теперь опять же ногти это выбираем коричневый цвет и потемнее его делаем так теперь вот здесь выберем вот так вот интенсивность чуть-чуть поменьше и как бы потемнее вот по роговице пройтись и чуть-чуть его вот так вот притянить все-таки он же лазил где-то наверное в болоте так тут главное правильно еще цвет подобрать угу вот как-то так геометрии мира эндвелл теперь нам понадобится коричневый цвет я его где-то здесь не наблюдаем так это Леонардо у Леонардо синяя вот эта вот маска давайте экспериментировать так значит n выбираем маску это будет сильно яркий цвет наверное давайте выберем чуть-чуть посветлее так вот покрасим вот так 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 теперь n выбираем голову нажимаем c красим голову так 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 чтобы ничего не забыть и нам понадобится темный цвет теперь вот такой вот с ремня выбрать можно интенсивность поменьше и смотрите что делаем вот здесь вот где ноздри так это я мало вообще поставил так вот где рот подбородок чуть-чуть притеняем где скулы тоже делаем ну так вот и где шея переходит в голову так вот здесь вот где верхняя часть дырки у маски вот так ну и веки можно тоже потемнее сделать это если он вдруг без маски будет ну чтоб прикольно выглядел теперь глаза так ну глаза у него навряд ли будут белые сильно давайте такие сероватые так интенсивность побольше вот так вот нормально и теперь все это дело закрасим полностью зрачок у зрачка сделаем черный цвет в смысле зрачок будет из черного цвета состоять сейчас посмотрим как нарисуется просто полигонов мало да не нормально вот так теперь делаем белый цвет поменьше делаем кисточку и вот так вот 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 так вот как бы вот так вот за вас делаем выбираем теперь белый цвет ну почище и как бы вот так не это сильно изменяем с на стороны глаза чуть-чуть белым проходим в делаем геометрии мира and well ну в принципе ничего так так с маской маска тоже одним цветом не должна быть давайте выберем теперь вот какой тут такой цвет интенсивность поменьше и маску тоже так это так если побольше интенсивность не не тот цвет убираем синий и вот потемнее о и как вот внутри глаза вот маски можно другой цвет нарисовать и по всем вот этим вот кантом вот впадинам вот таким вот образом тут еще можно выгладить чуть-чуть ну и заднюю эту часть так здесь вот вообще посильнее можно сделать вот так как по бокам вроде как так интенсивность еще поменьше и просто от сверху пройдем так теперь веревку вот эту с одной стороны делаем темной вот так а с внутренней c делаем посветлее здесь вот теперь c делаем потемнее кантут этот верхний проходим о и вот уже более-менее внешний вид когда несколько цветов нам понадобится теперь коричневый цвет днем темно-коричневый смотрим если здесь вот сейчас не подойдет читая тут такого не вижу так n это значит получается ремень до так 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 ну вроде ремень ну вроде нормально так вот это будет коричневым такого болотного цвета все-таки с канализации или наверно я не знаю лучше наверное синим сделать так ну ладно пока c красим так как есть вот темный а вот это будет уже нормально для ремней и для штанов n выбираем значит ремни x симметрия и закрашиваем так потемнее так так еще надо теперь н выбираем вот эти части так это значит c делаем их еще потемнее где катаны теперь делаем н включаем подлокотники вот эти вот вот так так не знаю нормальные штаны будет так наверно c делаем потемнее вот эти да так же н таким же цветом делаем обувь так где нам тут находится вот это вот темная будет обувь так еще немножко вот потемнее делаем обувь ну в принципе обувь то она на земле она должна быть наверно еще темнее вот так вот так даже наверно еще да еще наверно темнее с переливами так штаны вот теперь по штанам это значит c давайте поэкспериментируем значит если сделаем их синим штаны глаза будет дюжить резать да если сделаем коричневые в принципе ничего так выбираем штаны и попробуем сделать покрасить так так теперь веревки это значит c м 1 веревка красится опять же c так это темно уже control z сейчас сначала закрашиваем их вот в один и тот же цвет а сейчас будем подбирать именно оттенок так кисточку поменьше интенсивность поменьше вот эту делаем c английская и как бы так это вот это да сильновато так так еще интенсивность убираем и чуть-чуть вот притянить так теперь n 2 полоска чисто сверху и притеняем и ремень где-то по низу и сверху так или в середине во все типа болотного грязного цвета так теперь c делаем вот эти локотники так интенсивность побольше так x симметрия чтобы потом не делать зеркалку так все эти детали закрашиваем что еще хотелось бы так ну наверно вот эти н катана делать чехлы катаны тоже на темными сделаем вот так так c вот эти потемнее делаем чтобы один как выделялись и полоски вот эти красим так и на выбираем вот так где она тут находится вот эту часть маскируем это control w и вот эту маскируем я просто зеркалка получилось и оставляем просто одну запчасть dell hidden сабдивизии shift левая кнопка мыши все появляется так но это вроде нормально теперь нужно штаны притянить это значит n выбираем штаны выбираем c темный цвет интенсивность ставим поменьше кисточку тоже поменьше и у надо вот эти вот складки чуть-чуть вот как бы вот выделить это вот потемнее где-то посветлее но такая штука так вот здесь еще тоже по боку чуть пройти нормально теперь н катаны надо ставить а так давайте катаны сначала раскрасим одну катану можно удалить ну да получается control w и одну катану удаляем dell hidden теперь выбираем н голову они вот эту часть c выбираем цвет опять переключаемся n на катану и красим ручку эту в синий цвет так вот это все чтобы знать что это именно его так а вот здесь сам клинок выберем цвет ему как бы серый а вот таким вот образом и притяним когда блендер сделаем именно настройку материала металл то она будет должна по крайней мере нормально смотреться так включаем все эти причин дал и ну а теперь нам нужно вот эту катану так вот сюда в эту сторону перекручиваем и подставляем вот сюда еще перекручиваем чтобы он попал именно в чехол так 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 вот вроде как не совсем еще чуть-чуть подкрутим смотрим чтоб он нигде не вылез так вот здесь еще нужно сейчас будет подкорректировать так и вот так вот control перетягиваем здесь уже не будет зеркалки у нас и вот так вот меч в ножны сюда теперь вставляем чтоб чуть-чуть торчал чтобы видно было что это там еще стали есть так ну и вот так чтобы увидеть вот так погружаем чехол так немножко можно даже увести так и немного его перекрутить вот так вот опа и не в ту сторону да не беда исправимся крутим в эту сторону поправляем опускаем чуть-чуть еще перекручиваем смотрим что да как и крутим теперь вот здесь вот выравниваем по чехол по чехлу вот этому и стараемся как было туда аккуратно завести так control снимаем маску control z и возвращаем почему потому что катана не вставилась вот так вот так вот вот теперь попадос так что еще я забыл покрасить снимаем маску катаны есть так control z вот эта катана сильно вылезла вот так alright вот так ну в принципе уже всё нормально чтобы симметрии сильно большой не было так N вн выбираем тело отключаем видимость заптулов так, а что ж тут то д а вот черепахин панцирь С а вот здесь вот С уже надо бы конечно потемнее делать интенсивность поменьше и вот центр делаем темнее чтобы он потом просвечивался как бы здесь посветлее, там темнее так, есть и это дело да, что ты будешь делать? так выбираем N катаны и теперь получается, что еще надо погрузить когда будете катаны вставлять вот эти возможно сделать их раздельными саптулами если будет трух анимация что катана уже именно раздельная была чтобы ее можно одну достать было и вторую вот так вот две не делайте если цельная модель будет то пускай так будет можно нажать Ctrl W сделать попробовать дубликат и вот катаны нужно разъединить здесь значит Ctrl Shift оставляем вот эту катану и делаем геометри Dell Hidden так а здесь оставляем вот эту катану тоже геометри Dell Hidden и вот у нас получается две катаны теперь будут отдельно мы их можем использовать в анимации а модель делать чисто вот с чехлами вот со всей вот этой трихомудии так а еще же эти шнурки N шнурки шнурки будем делать давайте белыми или серыми так C это зеленый почему-то ну вот чтобы их видно было хотя бы так вот таким итогом еще что я хотел сделать C темный цвет вот этот выбрать и сделать N выбрать персонажа интенсивность чуть-чуть поменьше вот здесь вот подмышками ему сделать потемнее просто там будет перепад где шея тоже можно так а вот здесь вот точно потемнее за спиной вот шея задняя вот эта часть вот эта вся будет темная у него ну в принципе все раскраска закончена вот такие вещи вот так все это выглядит а еще так вот здесь нужно потемнее сделать и вот тут вот голеня выделить ну и бицуху можно где-то на низкой интенсивности вот где-то бицепс чуть потемнее сделать вот изнутри его потом где-то посветлее сверху взять так вот здесь вот эти части ну все вроде вроде как и все так еще что я хотел N станышки выбрать и мофт Аполоджи попробовать поэкспериментировать со штанами чуть-чуть если их давить а здесь чуть-чуть вот так вот и поднять повыше вот так вот уже что-то здесь где-то побольше наверное вот в центре поменьше просто здесь будет потом косточки вставляться так и вот нижний вот этот ну так как-то да а здесь как бы ноги пошире у него должны идти вот вот теперь да так если вот эти отключить вот здесь сделать потоньше штанишки на коленях заднюю часть убрать а эту чуть-чуть как бы да не выводить не надо вот так вот подровнять и теперь вот эти вот части тоже поднадуть о что тут такое получается ин станет и вниз вот эту часть вот так вот так косяков нету да вроде нет потом будут так что еще хотел сделать ну вот это значит у него синяя вот панцирь можно наверное еще как бы потемнее сделать или ну давайте попробуем значит c n выберем панцирь и на низкой интенсивности так кисточку чуть-чуть поменьше так ctrl z кисть стандарт вот чуть-чуть притянить теперь n выбираем грудину и чуть-чуть где-то по низам ее так пройти ну в принципе все так во еще c n и попробуйте здесь чуть-чуть ноги осветлить а то надюжить они отличаются так но эти грязные по-любому ступни ну вот такая штукенция так n выбираем наколенники это наколенники и теперь мофт apology чуть-чуть их вот так вот и делаем mirror int well так вот здесь уже не хорошо вот так вот надо о mirror int well и так вот получился вот такой персонаж теперь нужно какие-то части или цельным его сделать ну чтоб один был персонаж без деталей или сделать с деталями ну и опять же сетку попробовать именно за плагин и сделать децимейт мастер децимейт мастер рекомендую тут децимейт делать именно в зебраж его принимает и принтер сетку эту 3d принтер печатает нормально эту модель облегченную децимейтом а вот децимейт именно в блендере для 3d принтера не рекомендуют не знаю почему ну видать разница у нее есть все всем пока до свидания и с Продолжение следует...